Неприятная покупка. Мобильный репортер прислал к нам в редакцию видеоматериал. На записи видно, как в муке, приобретенной в одном из абаканских магазинов, ползали жучки, причем в огромном количестве. Наталья Гармашова сделала контрольную закупку. Вот он, таракан. Чем больше мешать, тем больше этих тараканов будет. Вот, смотрите, потрес, еще вылез. Ситуация неприятная. Конечно, в подобном случае всегда хочется надеяться, что именно эта упаковка была на прилавке единственной бракованной. Но нашей съемочной группе тоже не повезло. Даже страшно вообще прикасаться к тому, что там внутри. Страшно, что я даже в перчатках не открывала эту муку. Кстати, 12-месячный срок годности муки еще не истек. Изготовлена мука 30-го, 12-го, 2018-го года. То есть у продукта еще есть небольшой запас для использования. Но на кухню, уж тем более в кулинарное блюдо, такую муку точно отправлять опасно. Место ей в мусорном ведре. Однако специалисты Роспотребнадзора советуют не спешить утилизировать некачественный товар. Эти действия повлекут за собой череду подобных неприятных покупок уже другими людьми, которые не подозревают о браке. Да и продавец не будет знать, как на самом деле выглядит продукт в фабричной упаковке, хоть он и сертифицированный. Ну и кроме того, выбросив испорченный товар, покупатель выбрасывает на ветер из своей деньги. Необходимо предъявить требования собственнику магазина, администратору в письменном виде, если на устное обращение не реагирует. И зафиксировать это, например, в книге жалоб и обращений. И потребовать либо расторжение договора купли-продажа, потребовать возврат уплаченных денежных средств. Ответ магазин должен дать в течение 10 дней. Если реакции так и не последовало, то потребитель может письменно обратиться в общественную приемную Роспотребнадзора. Сделать это можно и через портал госуслуг. Кстати, в Роспотребнадзоре отмечают, что жалобы к ним поступают нечасто. Вероятно, ситуации разрешаются на местах в магазинах. Собственно, так произошло и в нашем случае. Муку с жучками приняли обратно, принесли извинения и пообещали быстрее избавиться от столь неприятной продукции. Мы поставщиком свяжемся, и этот товар весь обратный мы сдадим. Мы уже разберемся с этим нормально. Ждать поставщика на прилавках некачественная мука не будет, отметили в магазине. Уже сегодня ее пообещали убрать. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.